Если кто еще не слышал про чудодейственную силу лайфхаков, призванных из самих глубин ада с целью нерешения о возведении в абсолют большей части жизненных проблем человечества, напоминаю. Для этого у нас есть первый канал. Ну и мой первый канал. Да. Потому что первый по телеку вы не смотрите, а на Джеймса хотя бы можно подписаться. На второй и третий каналы подписаться можно, конечно, тоже, но вовсе не обязательно, потому что только здесь у нас и полки из бутылок, и сосиски на граблях, и даже кота умудрились намазать маслом, за что отдельное спасибо Дмитрию Толобыву дай господь его котам здоровья. Опа. В общем, как вы заметили, у нас тут своего рода артхаус, который постоянно пополняется благодаря главным героям. Я беру картонку и стою на ней. Джеймс, привет. А теперь хожу на прогулки с куском картона, а я бросаю картон на снег и стою на нем. Божечки мои, Алексей Шаранин, какими судьбами? Эээ, в смысле? Эээ... Джеймс, мы хотим передать тебе привет. Фух, а я-то уж думал, мне хороший совет показать хотят, а то мало ли, чего только не приходится смотреть иногда своими глазами. Но поскольку глаза обычно боятся, но смотрят, а руки хотят делать, но нечего, своими руками можно собрать югирс. Вот такая штука, если хочешь порадовать или порадовать себя. Потому что, во-первых, это интересная сборка с ароматами дерева, а не клея, поскольку при сборке он не нужен в принципе, и конструктор могут собирать люди всех возрастов. Во-вторых, это отличный предмет интерьера. А в-третьих, это замечательный вариант для подарка кому угодно. А из более чем полусотни различных моделей, представленных на официальном сайте югирс, каждый точно сможет себе что-то выбрать на любой вкус, возраст и цвет. Для мужчин разнообразная техника, для женщин удобная шкатулка, визитница для коллег и более того, каждый собранный предмет подвижен. Спорткар имеет подвеску, сейф имеет свой код, шкатулка открывается и не только. Югирс Раша это официально дистрибьютор в России, и конструктор ребят заказывают даже из-за границы. Если хотите собрать за одним столом своих друзей и близких, этой диковиной точно заинтересуются все, а особенно 30-летние мальчишки. Поэтому выбирай по ссылке в описании то, что тебе больше всего подходит. Нет, не забудьте использовать промокод JAME, чтобы получить хорошую скидку и радуй себя и своих близких. А если вы на свой страх и риск решите создать такой конструктор сами, ведь своими руками, то он очевидно получится явно лучше и дешевле, спойлер, нет. То сначала... Обезопасим зубцы ножовки. Обычной пластиковой трубой, пропиленной вдоль болгаркой с зажимным креплением. Крепление плотно зажмет пилу и не позволит ей выскользнуть из чехла. Спросите, а что же в этом совете не так? Внезапно все так. Делаем трубу для пилы, делаем трубу для кухонных ножей, делаем трубу для моего сарказма, чтобы он также был безопасен. И вы в безопасности. И восхитительное. В отличие от тещи, которая на 8 марта заставляет зятя носить шкафы. Типичная ситуация. Перед 8 марта теща устраивает дома праздничную перестановку. И просит меня, чтобы я перенес с места на место тяжелый шкаф. Ну вы знаете, эти праздничные перестановки. Тащи диван! Тащи кресло! Тащи кота! У меня праздник сегодня не праздник! Вот так и знал! Лучше б грузчиков вызвало, слабак! И казалось бы, почему грузчиков нельзя было вызвать раньше? Ведь они подготовлены лучше и работу сделают качественнее. Посторонних она в дом не пускает. Ну, мало ли что украдут. А значит вызвать грузчиков не вариант. А значит ради исполнения своей же прихоти будем пользоваться не своим здоровьем, а здоровьем близких. Вот именно! Давай шашлык! Кот сам себя не поднимет! Чудесно. Что ж, буду обращаться за помощью к родственнику. Но хоть он-то вам всем там объяснит, что таскать шкафы это не совсем празднично. Хоть и называется праздничной перестановкой. Нам нужны 4 одинаковых отрезка вот такой ленты. Примерно по 4 метра. И почему я не удивлен? Классика! Но некоторые после мной вышесказанного все равно зададутся вопросом. Ну а че такого? Перенес шкаф и все. Делов-то грузчиков каких-то придумал. Действительно. А шо нам, шкафы-то весят по 20 килограмм? Да и на праздник-то их раз-два и готово. Правда? Нет, не правда. Во-первых, они весят гораздо больше и крячет что-то ради чьей-то странной прихоти это как-то не особо празднично. Алло, у нас сегодня не ремонт, а праздник. Все теперь, я теперь никогда вам не могу. Во-вторых, не все люди хорошо слаженные и подготовленные физически, как тот самый Джон Сина, который готов таскать их днями и ночами. Ну а в-третьих, шкаф нужно не двигать, нет. Шкаф нужно нахрен нести. Чему нас сейчас и научат в этом прекраснейшем лайфхаке. Делаем петли на концах веревки, завязываем это добро на поясе, цепляем за петлю карабин, который есть у каждого человека в доме, что явно очевидно, если у вас его нет, с вами точно что-то не так. Надеваем оставшиеся веревки крест-накрест, отодвигаем шкаф от стены, который у 90% людей и не сдвинется с места. И крест-накрест кладем под него заготовки. Перехлёст должен оказаться по центру предмета, а концы здесь, по углам. Ну подумаешь, наклонить 100-килограммовый шкаф сборить и лофта. О, здоров спина, а ты куда? Теперь выпрямляемся. Внимание, используем только силу ног. Мину не задействуем, тогда травма позвоночника вам не грозит. И я бы делать так, честно говоря, от себя лично бы совсем никому не рекомендовал. Смех, конечно, смехом, но растяжение, зажим позвонков, позвоночная грыжа и все те сопутствующие медицинские штуки, о которых я, слава богу, не знаю и вам узнавать о них не советую, никто не отменял. В 20-летнем возрасте, работая поваром на практике, я тоже весь такой герой радовался и носил тяжёлые мешки и бачки в одно лицо, а к 26-ти... О, здорово, да чё ты на столь сидеть по 2 часа больно, поэтому я тут подумала. Пошёл ты в жопу, понял? Ну блин, спина, ну вернись, ну я всё прощу. Так можно перенести даже самый тяжёлый предмет. Вся нагрузка перераспределена на плечах. Например, машину или трактор, можно даже, думаю, КАМАЗ попробовать. Нагрузка-то всё равно на плечах, которые, в отличие от спины и ног, ни в коем случае не состоят из костей и мягких тканей и точно не подвержены травмам. Камон, вы когда-нибудь встречали травмы плеч? А руки вообще не устают? Эх, как приятно, блин, осознавать к 30 годам, что я хоть где-то ещё терминатор помимо туалета после острой еды. А это ведь не так легко и просто. И знаете, судя по тому, как Дмитрий Толобоев энергично защищает позицию переноски шкафов любыми способами, при которых ни в коем случае не будет никаких травм, лишь бы угодить тёще. Может, Дмитрий Толобоев сам тёща? Вот так, благодаря тёщам мы с родственникам теперь можем ходить по квартирам, подрабатывать и расставлять мебель соседям и соседкам. Которые также, очевидно, как и ваша тёща, боятся звать незнакомых грузчиков домой. С праздником вас, дорогие женщины! И дорогие мужчины, которые благодаря этому прекрасному совету теперь могут найти ещё одну увлекательнейшую профессию. Специалист по праздничной перестановке мебели. Телефон для справок 8800 5553535 лучше позвонить, чем кого-то просить двигать свой долбанный обшарпанный шкаф. Ну а где праздничная перестановка, там и праздничный наряд. Чтобы быстро украсить простую майку и сделать её нарядной, совсем не обязательно уметь шить. Для этого обязательно празднично уметь перекладывать её с места на место? Достаточно нарисовать на ней узор по шаблону. Да и блин, час от часу не легче. Нам понадобится бумажная сервировочная салфетка и вот такой маркер по ткани. И просмотрев почти все, а может быть даже и все советы на моём канале, вы, наверное, уже догадались, что здесь будет происходить. Нас ожидает стиль бомжа. Это бомжи, бомжи! Вырезаем из салфетки дугу, прикладываем к горловине футболки и... И закрашиваем маркером ткань через отверстие. Я... эээ... Ай, в жопу! Нарядная коллекция от Первого канала, вот где стиль и дизайн. Что нам до каких-то кутерье, показов мод, которые, к слову, тоже порой ввергают в шок. Что нам какие-то нарядные футболки в магазинах. Просто бери маркер и рисуй на долбанной футболке. Спасибо, хоть не на чёрной. Смотрите, какая красивая отделка получается на футболке. Настолько красивая, что где-то на уровне сланцев из бутылок даже может быть чуть выше. Как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. У нас получились вот такие шлёпки для дачи. С носу таким шлёпком не будет. Александр Фёдоровичу понравится, да? О, блин, одобряю. Благодаря оригинальной отделке простая майка стала яркой и нарядной. И это при всём при том, что майка уже была яркой, потому что яркость ей придаёт тот самый зелёный цвет. Но кому это может быть интересно, если у нас на футболке можно просто нарисовать? Хм, а если там можно нарисовать, значит, там можно и написать. Например? Стикер, который получают авторы этих комментариев. Пиши мне ВК, если выиграл, и не забудь. Если праздничной перестановки мебели дома нет, значит, праздника тоже нет. Как быстро и сытно накормить утром всю семью. Я знаю такой способ. Надеюсь, на этот-то раз не праздничный. Приготовим рулет с начинкой. Но хоть что-то сегодня идёт не по плану. Хоть поедим. Раскатываем тонким слоем купленное заранее тесто. Я купил готовое, чтобы не возиться с замесом. Смазываем томатным соусом, посыпаем натертым сыром, выкладываем колбасу и сворачиваем всё в рулет. Разрезаем на порционные кусочки, выкладываем на противень и запекаем в разогретой духовке до готовности. Но сколько будет готовность по времени или, как понять, эту самую готовность вместе с температурой духовки, это вы уж как-нибудь сами. Ну, сами так сами. Замутили тесто, раскатали, закинули, что нужно по рецепту и даже больше, чтобы было как следует нажористо. Закатали, порезали, бафнули желтком и перцем и через какой-то промежуток времени нас встречают аппетитные страшненькие рулетики. И желток, как вы можете заметить, нормально зарумянится, так и не успел. И не потому, что я не смог их нормально выпечь. Всё из-за одного маленького но. Дно, которое встречает нас сразу после запекания с потевнейшим засохшим сыром, который естественным путём сразу стекает по рулету в самый низ и жарится там, пока не приготовится само тесто. И ты либо достаёшь рулет с полусырым тестом и нормальным сыром, либо, как в моём случае, доготавливаешь тесто, но сыр принимает подобный вид. И что мешало ведущему вместо готового теста купить в магазине готовую пиццу, чтобы не снимать подобные странные советы, не мотивировать людей готовить подобные шедевры, непонятно. Поскольку что на вкус, то и на вид. Чисто домашнее блюдо, уровне устал пить пиво, надо чё-то пожрать, а не захреначить ли мне в яичницу колбасы. Как видите, за короткое время мы приготовили полноценный горячий завтрак для всех домочадцев. Который готовить лично я больше не буду. Спасибо. Потому что, во-первых, пицца, которая является аналогом, получается гораздо незажаристее и вкуснее. Во-вторых, возиться с этим в два раза дольше, чем с той же пиццей, говорю вам как человек, который пиццу готовит дома достаточно часто. А в-третьих, в интернете есть куда вкуснее и интереснее рецепты, и повторять какое-то домашнее унылое нечто такое себе. Зовите их скорее к столу. Который, я надеюсь, вы тоже как следует празднично перенесли, как и все шкафы в вашем доме. Ведь если праздник, то таскать мебель. Если нарядное платье, то с маркером. А если и проверять советы от Первого канала, то только с едой, чтобы жена точно обрадовалась вашему изобретению, и так же, как и мои подписчики, ждала новый выпуск и ставила лайк. А пока выбирай конструктора Югирс по ссылке в описании, и подписывайся на канал, если ты еще не подписан. А с вами, как всегда, был Джеймс Алоун. Увидимся!